Беседа 12, на следующий за сказанием о творении слова. Бытие 2.4. Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. Вот сегодня исполним свое обещание, предложим обычные учения и к прежде сказанному присоединим то, о чем следует теперь говорить. Вы знаете, что раз и другой старались, мы и хотели сделать это, но забота о братьях наших увлекла язык наш к увещанию их. То убеждали мы немощных братьев, которые, водясь обычаем, удалялись от этого духовного собрания и тем расстраивали нашу радость о святом празднике. Им сильно внушали мы и советовали не отлучаться в треть от стада Христова и не блуждать вне этого духовного двора, не соединяйся с нами только по имени и названию. На самом же деле, следуя иудеям, которые сидят во тьме при светильнике, когда уже воссияло солнце правды, то приходивших сюда, но еще не просветившихся, увещевали мы последовать духовному призванию и отряжши сон и леность пламенным расположением и напряженным усердием сделать себя готовыми к принятию царского дара и поспешить к дарующему отпущение грехов и щедро подающему бесчисленные блага. Так как и о заблуждающихся касательно праздника Пасхи и соблюдением этого, по-видимому, неважного обычая, причиняющих себе великий вред, мы позаботились как следует, приложив крайне их приличное врачество и непросвещенным, здесь, конечно, разумеется, те из антиохийских христиан, которые празднули Пасху с иудеями и которых святой Златоус обличал в своих беседах против иудеев, здесь говорят к оглашенным, дали надлежащее наставление, что, устроив необходимое для врачевания болезнь, исполнив свое дело, следует, наконец, и всем вам вообще предложить сегодня духовное пиршество, как в том случае, если бы мы прежде чем позаботились о братьях наших, оставив увещание к ним, стали продолжать изъяснение книги бытия по порядку, а этих немощных братьев презрели, нас справедливо упрекнул бы кто-нибудь за опущение потребного времени. Так теперь, когда мы ничего зависящего от нас не оставили, а сделали наставление, раздали добро и посеяли семена на духовной этой земле, теперь следует опять предложить чтение из блаженного Моисея, чтобы нам, получив отсюда назидание, с ним возвратиться домой. Что же было читано? Послушаем. И благословил Бог день седьмый и осветил его. Вот происхождение неба и земли. И всякий полевой кустарник создал Господь, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Обратите здесь внимание на мудрость этого чудного пророка, а лучше сказать на учение Святого Духа, рассказав нам о каждой твари в отдельности, изложив дела шести дней и создание человека, и данная ему власть над всем видимым. Теперь он опять представляет все уже в совокупности и говорит, вся книга бытия небес земли. Здесь стоит рассмотреть, почему Моисей эту книгу называет книгой небеса и земли, когда она содержит многое другого, учит нас о многом другом, о добродетели, праведниках, о человеколюбии Божьем, о снисхождении, какое Господь показал, и к первозданному, и ко всему роду человеческому, и о многом другом, чего не нужно исчислять в настоящее время. Не удивляйся этому, возлюбленные, такого бычаи у Священного Писания. Не всегда рассказывать нам обо всем подробно, но начавши с того, что всего важнее по содержанию, прочее предоставлять рассмотрению тех, которые имеют доброе расположение, воспринимать возвещаемое. И дабы тебе увериться, что это так, объясню тебе это из того, что теперь прочитано. Показав в предыдущих словах создание всего в отдельности, Божественное Писание уже не упоминает обо всех тварях, но говорит, вот происхождение неба и земли, о том, как Бог сотворил их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. Видишь, как Писание всецело речь обращает к небу и земле, предоставляя нам из этого доразумевать обо всем прочем. Когда оно говорит о небе и земле, это разумеет все в совокупности, что есть на земле и на небе. Поэтому, как при повествовании о тварях, оно не говорит обо всех их по порядку, но упомянув о главнейших. Затем не повествует нам о каждой в отдельности. Так и всю эту книгу, хотя она содержит в себе много другого, называет книгою бытия небес и земли, предоставляя нам из упоминания об них заключать, что в этой книге должно содержаться все видимое, что только есть и на небе, и на земле. Вот происхождение неба и земли, как сотворил все Господь. В день же, говорит, тот сотворил Господь, закончил небо и землю, и всякую траву. Великое сокровище заключается в этих немногих словах. Поэтому следует нам при руководстве благодати Божией раскрыть эти слова с надлежащей вразумительностью и сделать вас участниками этого духовного богатства. Дух Святый, предведущий будущее, дабы никто впоследствии не мог спорить, вопреки Божественному Писанию, вносить в церковные догматы собственные соображения. И теперь, показав то, в каком порядке сотворены вещи, что произошло прежде, что потом, равно и то, что земля произрастила семена свои, по слову и велению Господа, и стала рождать, не имея нужды ни в содействии солнца, да и могло ли это быть, когда оно еще не было создано, ни в дождевой влаге, ни в возделывании со стороны человека, который еще не был сотворен, опять напоминает обо всем подробно, для того именно, чтобы обуздать невоздержанный язык дерзких суеслов. Что же говорит Писание? И всякий полевой кустарник сотворил Господь, которого еще не было на земле, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдумал в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Это значит, что несуществовавшее до то ли получило бытие, и небывшее явилось вдруг по слову и велению его. Трава произрастает из земли, а когда Писание говорит о траве, то разумеет все семена. И о дождях, научая нас, Божественное Писание заметил, что не было дождя на земле, то есть дожди еще не падали сверху. После этого, наконец, оно показывает нам, что земля не нуждалась и в возделывании со стороны человека. Человек, говорит, не возделал еще землю. Как бы так, по пьет и говорит оно всем последующим родам. Слышь это, знайте, как вначале произведено все, произращаемое землею, и не относите все к заботливости земледельцев, не им приписывать ее плодородие, но слову и повелению вначале данному ей ее создателям. А все это для того, чтобы мы знали, что земля для произращения своих семян не нуждается в содействии других стихий, но ей довольно было повеление создателя. И вот что особенно дивно и чудно. Тот, кто теперь словом своим возбудил землю к произращению столь многофильственных семян, и в этом показал свое могущество, превосходящее ум человеческий, эту самую землю тяжелую и носящий на своем хребте такой мир, основал на водах, как говорит пророк, утвердивший землю на водах. Солом 135.6 Какой человеческий ум в состоянии постигнуть это? Когда люди строят домы и хотят положить основание, то сперва копают землю, если опустившись в глубину, увидят, хотя немного воды, стараются всю ее вычерпать, и потом уже полагают основание. Но Творец всего создает все не так, как люди, дабы ты из этого познал неизреченную его силу и то, что если ему благоугодно, то и самые стихии, повинуясь велении Создателя, производят противное их естественному действию. 96. И чтобы слова мои были для вас яснее, побеседуем еще несколько об этом предмете, а потом уже перейдем и к другому. В самом деле, природе воды противно носить на себе столь тяжелое тело, равное и земле неестественно лежать на таком основании. Однако земля лежит на водах. И чему делиться? Если захочешь осмотреть каждое из созданий, откроешь в нем беспредельную силу Создателя и то, что всем видимым он управляет по своей воле. Это можно видеть и на огне. Он имеет разрушительную силу, все превозмогает и легко истребляет всякое вещество и камни, и дерева, и тела, и железо. Но когда повелел Творец, то не коснулся и нежных, и тленных тел, а сохранил отроков невредимыми посреди печи. И не дивись, что огонь не коснулся тел их. Неразумная стихия показала такую покорность, что и сказать невозможно. Она не повредила и волос их. Огонь окружал их и проникал внутрь. Однако, оказывая послушание и повинуясь велению Господа, сохранил целыми и невредимыми этих чудных отроков. И они в печи чувствовали себя столь же безопасными, как будто ходили по лугу и в саду. И чтобы кто не подумал, что в этом явлении не было действия огня, человека, любивый Бог, не связал его деятельности, оставив при нем его сожигательную силу. Он только рабов своих избавил от вредного его влияния, чтобы вернувшие отроков в печь познали, как велико могущество Бога всяческих. Огонь над ними-то и показал свое действие. Тот самый огонь, который покрывал собой отроков, сожег и истребил стоявших вне. Видишь, как Господь, когда захочет, каждую стихию заставляет действовать против своей природы. Он творец и владыка и все устрояет по своей воле. Желаете ли видеть то же и по отношению к воде? Как здесь огонь не коснулся вверженных в него и не оказал над ними своего действия и над стоявшими в ней обнаружил свою силу. Так и вода, увидим, одних потопляет, а перед другими отступает, так что они проходят безопасно. Вспомните теперь о фараоне египтянах и о народе еврейском. Евреи по повелению Господа, предводимой Моисеем, прошли по Черному морю, как по суху, а египтяне с фараоном, решившись идти тем же путем, покрыты были водой и потонули. Так и стихии покорствуют служащим Господу и задерживают внутри себя свою стремительность. Послушаем этого же мы, которые губим свое спасение, увлекаясь понебрежению, раздражительностью, гневом и другими страстями, и будем подражать такой покорности этих неразумных стихий, мы, одаренные разумом. Если огонь столь разрушительный, столь сильный, не коснулся тленных и столь нежных тел, то какое получит прощение человек, не желающий обуздать по заповеди Господней свою раздражительность и изгнать из себя гнев на ближнего? И что особенно важно? Огонь, имеющий такое свойство, то есть сожигать, не оказал своего действия, а человек, существо кроткое, разумное и тихое, делает противное своей природе и по беспечности уподобляет себя зверям. Потому и Божественное Писание людям, одаренным разумом, за столь возмутительные страсти их дает имена бессловесных, часто даже и зверей. Так оно называет их иногда псами за бесстыдство и наглость. Псы немые, не могу щелаять. Исайя 56.10 Иногда конями называют людей за похоть, кони, жена неистовая. Каждый ржет на жену ближнего. Ермея 5.8 Иногда слами за безумие и глупость уподобились скотам несмысленным. Псалом 48.30 Иногда львами и рысями за хищничество и жадность. Иногда аспидами за коварство. Яд, говорит, аспидов под устами их. Иногда змеями и хиднами за ядовитость и злобу, как и блаженный Иоанн вопиял. Змеи, порождение и хиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Дает он людям и другие еще соответственные страстям их имена, чтобы, устыдившись, хотя этого, обратились когда-либо к свойственному людям благородству, перемирились со своими братьями и законы Божьи предпочли страстям, которым предались по беспечности. Не зная, как мы, теченин, слово увлеклись сюда, возвратимся же наконец к предмету и посмотрим, чему и еще хочет научить нас сегодня этот блаженный пророк, сказав 1,27 «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Теперь говорит «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдумал в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою». Многозначительные эти слова, много содержат они поразительного и превышающего ум человеческий, «И создал сказано Бог человека из праха земного». Как относительно всех видимых тварей я показал, что творец всячески все делает не так, как люди, дабы и в этом открылась его неизреченная сила, так теперь и в создании человека оказывается тоже. Смотри, он землю основал на водах, с его ум человеческий понять, не в состоянии без веры. Он, показали мы, когда захочет, заставляет все существа делать противно их свойствам. То же самое, как показывает нам теперь Божественное Писание, «И было при создании человека, создал, говорит оно, Бог человека из праха земного». Что, говоришь, взял персть от земли и создал он человека? Так точно, говорит. И сказано, не просто взял землю, но персть, то есть, что, так сказать, в самой земле всего легче и ничтожнее. Это кажется тебе необычайным и странным. Но если помыслишь, что творец, то уже не будешь не верить событию, а подивишься и преклонишься перед могуществом Создателя. Если сейчас думаешь судить об этом под соображением слабого ума твоего, то верно придешь к такой мысли, что из земли никогда не может быть тела человеческого, но будет или кирпич, или черепица, только не такое тело. Видишь ли, что если мы не примем во внимание могущества Создателя и не умерим своих столь слабых умозаключений, то не сможем постигнуть высоту сказанного. Слова эти требуют отчей веры и сказано так по великому снисхождению к нашей немощи, потому что и самое выражение создал Бог человека и вдунул. Недостойно Бога, но Божественное Писание так повествует об этом ради нас и нашей немощи, снисходя к нам, чтобы мы, удостоившись такого снисхождения, могли взойти на высоту истинного понятия. И создал, говорит Бог, человека из праха земного. Отсюда вытекает, если будем внимательны, немаловажный урок смирения. Когда подумаем, из чего первоначально образовано наше тело, то сколько бы мы не насупливали бровей, должны принизиться, смириться, а размышляя о природе своей, мы научаемся скромности. Поэтому-то Бог, текущийся о нашем спасении, так и направил язык пророка к нашему вразумлению. Так как Божественное Писание прежде сказало, сотворил Бог человека по образу Божий, сотворил его, и дал ему всю власть над видимым. То, чтобы человек, не зная состава своей природы, не размечтал о себе высоко, и не приступил за свои пределы, оно, начав опять говорить о создании человека, показывает и способ его образования, и начало бытия, из чего, то есть, как создан первый человек, если после этого наставления, показавшего человеку, что он первоначально составлен из той же земли, из которой произошли растения, бессловесные животные, хотя образ создания и бестелесное существо души дали ему, по человеколюбию Божию, великое преимущество, потому что вследствие этого он получил разумность и владычество над всем. Так, если узнав этот человек по обольщению змеи возмечтал о равенстве с Богом, он, созданный от земли, то до какого бы ни дошли мы безумия, если бы блаженный пророк удовольствовался первым сказанием и в новом повествовании не изложил нам все в подробности. 99. Таким образом, весьма полезным разумлением служит познание о том, из чего первоначально мы получили состав нашего существа. И сотворил, сказано Бог, человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душой и живою. Такой грубый образ речи употребил Моисей потому, что говорил людям, которые не могли слышать его иначе, как это возможно нам, а для того еще, чтобы показать нам, что человеколюбию Божию угодно было этого, созданного из земли сделать причастным разумного существа души, через что животное это явилось превосходным и совершенным, и вдунул, говорит, в лицо его дыхание жизни. То есть вдуновение сообщило созданному из земли жизненную силу и так образовалось существо души. Потому Моисей прибавил и стал человек душой и живою. Потому Моисей прибавил и стал человек душой и живою, созданный из перстей, приняв вдуновение дыхание жизни в душу живую. Значит душой и живой в душу действующую, которая имеет члены тела, как орудия своих действий, покорные ее воле. Не знаю, как мы извратили порядок и зло усилило за того, что мы заставляем душу следовать пожеланиям плоти. И ту, которая, как госпожа, должна и приседательствовать, и повелевать, низветшись престола, принуждаем повиноваться прихотям плоти, забывая ее благородство и преимущество перед плоти. В самом деле, подумая о порядке создания человека и размыслил, что такое был он прежде в дуновении Господне, которое стало для него дыханием жизни, и стал душой и живою. Он был просто истуканом бездушным, бездейственным и ни к чему не годным, так что все, столько возвышающего преимущества истуканом Божием в него дуновении. И чтобы ты уразумел это, не из того, что совершилось тогда, а из того, что и ныне происходит каждый день, подумай, каким некрасивым и неприятным является это тело по исходе из него души. И что было некрасивым и неприятным? Как оно страшно, зловонно и безобразно между тем, как прежде, когда управляла им душа, было светло, приятно, весьма благообразно, проникнуто было разумом и обладало большой способностью к деланию добрых дел. Размышляя обо всем этом и представляя благородство нашей души, не будем делать ничего недостойного ее, не будем осквернять ее непристойными делами, порабощая ее плоти и оказываясь столь бесчувственными и несправедливыми в отношении к той, которая имеет такое благородство и удостойна такого преимущества. Через ее существо мы, обреченные плоти, если захотим, можем при содействии Божьей благодати соревновать бестелесным силам и, находясь на земле, жить и действовать как бы на небе и достигнуть не меньшего сравнительно с ними, а может быть чем-либо и большего. Как же это? Скажу, если найдется кто такой, кто, будучи облечен плотью, поступает так же, как и Вышняя силу, то как ему не сподобиться большей милости от Бога за то, что подлежа телесным и телесным нуждам сохранил благородство души неповрежденным. Можно ли, скажет кто-либо, найти такого человека? Конечно, это признается делом невозможным для нас по причине великой скудости в добродетели, но если хочешь знать, что это невозможно, подумай о тех, которые от начала до настоящего времени угождали Господу, о великом Иоанне, сыне неплодной, обитателе пустыне, о Павле, учителе вселенной и о всем сонме святых, которые имели общую с нами природу, подлежали таким же телесным нуждам, и не считай более этого дела невозможным. Не будь более нерочителен к добродетели, получив от Господа столько средств, чтобы легко к ней прилепиться. Зная слабость нашей воли и непостоянства, человеколюбивый Господь наш оставил нам важны ворчевства в чтении Писаний, чтобы мы постоянно, пользуясь ими, размышляя о жизни чудных тех и великих мужей, располагали себя к подражанию им, чтобы не были беспечны к добродетели, но избегали греха и делали все, чтобы не явиться недостойными неизреченных тех благ, которые дополучим всем и благодатью человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.